есть так добрый вечер ребят извиняюсь за небольшое опоздание попали в пробку небольшую так чат скажите как меня слышно нормально по поводу пзшки есть вопросы нет это прекрасно это так прекрасно когда нет вопросов хотел другой стороны может вы не делали просто и поэтому да давайте вопрос да хорошо сейчас туда все исчезло из аутлайнера кайфу 3d max установлен ничего страшного не если шо у меня на компьютере 2 3d max вообще один двадцатый другой 18 17 да не нет там это связано с заказчиком потому что слышно не делал не делал зато честно спасибо за честность это связано с тем что заказчик принимает часто бывает такое что допустим вы работаете в майке так значит вопрос такой в аутлайнере ничего нету да просто пустота предлагаю вам попробуйте вот так вот сделал display duck object или же вот эти вот штуки которые нас интересуют это по большому счету то что у нас будет здесь отображаться нажмите display и проверьте что как бы включено что выключено duck object отобразит полностью все если что так по поводу доппзшки вам там скинули и да там телега и детская площадка вот ребята из тех поддержки их проверять не будут все доппзшки они проверять не будут это сугубо как бы моя инициатива когда их проверю не могу вам сказать так что ну я их когда-нибудь посмотрю дам фидбэк если будет у нас оставаться время на лекции прям сразу чудо за кто захочет откроем и посмотрим вам вторую пзшку должны дать вот должны скинуть или прям на лекции или по окончанию а сегодня мы с вами поговорим про сейчас про программу мы в принципе многие вещи наперед рассмотрели на прошлой лекции сегодня мы на них немного углубимся и поговорим по поводу того что вас принципе ожидает дальше да вы может быть слышали от меня уже или где-либо еще такие фразы как high poly low poly high res low res или middle poly что это такое сейчас я вам покажу ряд примеров и буду вам объяснять что это такое сейчас новая вкладка и поехали во первых все должны вы зарегистрироваться на артстейшене чтобы заходить и расстраиваться грустить что вот к сожалению пока я так не могу так вот что такое high poly и что огромного количества точек low poly это объекты которые стоят состоят из минимального необходимого количество точек чтобы удовлетворить задачу то есть если это какой-то статический объект он не будет никак анимироваться то его задача просто повторить форму общую силуэт то есть если говорить на бубликах вот это у нас low poly вот это я сейчас сделаю я расскажу что это я делаю только попозже смуз 4 вот это high поле в чем как бы проблема бывает у новичков все привыкли что есть какой-то некий параметр до что вот low poly это от столько до столько от стольки до стольки до а high poly это вот выше стольки нет на самом-то деле high poly модель давайте еще включим такой элемент заходите в дисплей и нас интересует hit the дисплей поликаунт вот эта штуковина она отображает у вас количество как видите вертексов и джей полигонов трисов и ювишек то есть если я выбираю смотрите первый столбик он показывает информацию о количестве точек полигонов сцене если мы выбираем объект сколько выбранном объекте 3 честно не помню то есть в данном кубе у меня 12 ребер 6 полигонов 8 точек 12 треугольников да а здесь у нас 13 824 полигона то есть в данном случае в контексте куба слева у нас low poly надо включить зум секунду сработало да вот это ухты буква л лоу поле принято обозначать hp lp аббревиатуре смотрите треугольник это все вообще как оно работает всегда когда вы закидываете вашу модель в движок всегда когда рендер считает вашу модель ваша модель подразделяется на треугольники всегда и программа ее воспринимает как в треугольниках но в треугольниках очень неудобно работать и поэтому идет интерпретат интерпретация в квады квады то есть квадраты да и поэтому то есть вертексы например модельн тунт хитт коннект упс то есть один квадрат это два треугольника он может быть как слева направо порезан так и справа налево когда это важно я расскажу позже на следующих лекциях то есть low поле это минимум high поле это максимум если я сейчас делаю use flat light то есть заливая все одним цветом по большому счету они абсолютно одинаковые есть конечно небольшая разница вот здесь в угле да но это не критично я могу этого результата добиться чтобы они были прям действительно одинаковые сделав вот так например и то есть вы сейчас видите что в силуэте они абсолютно абсолютно имеют одинаковую форму но здесь у нас 54 полигона а здесь 13000 вот в контексте кубика это лоу поле и хай поле для чего это нужно смотрите теперь переходим сюда вот здесь представлена моделька это данте доверенный край мой коллега видим да все красиво складочки например и здесь ниже сейчас будет модель сеткой вот она предоставлена вы видите что здесь есть некая детализация давайте подзумимся вот например мы видим вот эти вот складки все но на самом деле они никак не промоделены они есть только на скульпте данном случае скульпт является хайпольной модель вот она хайпольная модель в ней точек не знаю миллионов 20 может быть 30 40 самая большая хайпольная модель с которой я работал это было 65 миллионов это очень много вот то есть вы видите да здесь какие-то фактурки есть там стяжки и складки здесь же на модели этого ничего нету сейчас упс 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 увеличим здесь же на модели ничего нету здесь идет просто сетка достаточно ну не сильно полигональная но при этом она полностью описывает силуэт вашей формы и это называется лоу поле то есть здесь сейчас 39 тысяч треугольников то есть грубо говоря где-то 20 тысяч квадратов и пистолет если вы посмотрим на него что давайте его открою на вкладке увеличу максимально и вправо здесь плохо видно но например здесь вот это вот бороздка она не промоделена ее визуально мы видим за счет как раз помню мы с вами говорили текстурные карты это отрабатывает карта нормальный она как раз берет детализацию с вот этого красивого и переносит всю эту детализацию на вот вон то оптимальное то есть задача хайполь и быть максимально красивым проработанным элементом задача лоу поле быть максимально оптимизированным под задачу до которая требуется от модели то есть если это будет какая-то анимация соответственно он не будет просто стоять как истукан значит ему нужно добавлять количество ребрышек но мы об этом тоже поговорим потом сейчас покажу вам еще несколько примеров более простеньких то есть лопальная и бывает такое что это как бы смотрите это классический pipeline pipeline этих процесс то есть создание да это вот работа одного из студентов нашей школы вот это вот скульпт хайпольная модель то есть вы видите здесь на ногах прорисованные колготки кнопочки и но на лоупольной модели этого ничего нету это все будет делаться за счет как раз текстурных карт вы видите что она достаточно сетка тут совсем не плотная она просто повторяет формы персонажа как правило всегда находится в а позе или в т позе потому что никто никогда не моделит персонажа сразу в позе которая будет его как-то характеризовать в данном случае вот в такой а уже потом выставляется все остальное да конечно но это уже анимации симуляция частиц это уже другая тут вопрос был когда рвется одежда в мультиках например да то есть это уже другие штуки совсем вот это вот просто высокополигональный скульпт то есть тут я не знаю сколько миллионов полигонов но вот модель все красиво волна волосы потратили не одну неделю я более чем уверен ладно я шучу много времени тоже мой коллега вот джин то есть вот это вот хайпольная модель видите тут большая детализация все красиво складки бороздки фактурки всякие татуировки здесь же новоупольной модели 27000 треугольников вот меч например у нее тут есть она здесь плохо видно но тоже видите да тут у него всякие узоры здесь абсолютно плоская поверхность он просто повторяет меч силуэте то есть чтобы вы такие посмотрели ага это значит какой-то меч условно а дальше уже всю остальную работу по оптимизации выполняют карты нормали их вообще-то много ну например это цвет давайте увеличу вот это вот карта нормалей вот этот цвет вот это ambient occlusion карта теней вот это металличность нет вот это вот шероховатость вот эта металличность а вот это вот его или развертка то есть видите как он выглядит да просто повторяются формы то есть силуэтики вот мышцы чуть-чуть подчеркнуты чтобы свет еще лучше играл и что такое лоуполе то есть это оптимальное решение задачи у вас вот на дипломе будет вам нужно будет сделать классический пайплайн как он делается первый пункт это блокаут мы об этом еще будем говорить на вам расскажу блокаут то есть вы грубо говоря берете и лепите как снеговика то есть вот эти а снеговик он три цилиндра морковка и колпак сделали такие блокаут готов хорошо похоже не снеговика теперь вы начинаете на этого снеговика наваливать детализацию вы берете от общих форм фактуру снежка но это сам последний момент от общего частному то есть такие ага там гудзыки кнопочки мы прилепили там на морковке нарисовали какие-то там бороздки значит добавили фактуру снега на культябках его тоже там взяли нарисовали фактуру дерева все это у нас есть хай поле третий этап вы должны из этого красивого сделать оптимальную модель очень часто можно использовать если правильно подойти на этапе блокаута можно использовать блокаут для лоупольной модели то есть лоупольная модель максимально простая чтобы вот так вот вы сдалека смотрите это снеговик похоже на снеговика то есть у вас сразу возникают ассоциации и вы должны понять что это такое и потом за счет технических процессов всяких по запеканию карт с вашего красивого снеговика со всей этой красотой и снежинками все упадет на вашего оптимизированного снеговика и оптимизированный снеговик будет выглядеть абсолютно также как и тот но допустим вашем красивом снеговике будет 20 миллионов точек а в оптимизированном ну давайте тысяч восемь то есть есть колоссальная разница и в этом сводится вся суть вашей работы бывают конечно проекты где от вас требуется только лоуполе здесь есть такие примеры вот тоже что что где это делается смотрите нет такого понятия что вот скульпт например вот скульпт делается в основном только в зибраше сможет еще блендер попробовать там поковырять что-то но по большому счету сейчас скульпты делают только в зибраше но например всякие вещи просто в мае вы не сделаете такие борозды вот такую фактуру дерева да то есть вы делаете вот такой вот скульпт потом дальше вот эту штуку делаете в майку это может делаться просто моделица или же это элементарно делается как представьте вы просто берете подставляете свою модельку начинаете обводить обрисовывать и потом таки раздвигаете их у вас оптимизированная моделька и хайпольная моделька вы их сдвигаете они по форме абсолютно одинаковые то что внутри детали не похоже это уже другой вопрос вот например как здесь вы видите да вот этой бороздки нету на геометрии вы видите да что она никак сеткой не подчерчена вот это вот тоже то есть да это уже карта нормали совсем ну тут полный набор текстурных карт вот эти вот перекрестья вот этот скол здесь этого на самом деле ничего нету это все достигается путем карт нормали самое главное вам понять что нету то есть вы эту лоупольную модели по большому счету можете сделать абсолютно в чем угодно лоу поле это значит мало точек хайполе это много точек есть задачи которые легко решаются например в зибраше который вы будете учить на следующем блоке путем скульпта да есть задачи которые удобнее решить в мае вот например путем как я вот сделал вот этот кубик много полигональной моделятся например всякие штуки такие и потом они являются хайпольными объектами задача хайпольного объекта чтобы он был красивый и правильно шейдился то есть из дефолт правильно шейдился вы видите что здесь красивые плавные переходики вот хайполь на вот например хорошо видно видите здесь просто все в точки смыкаются вот так вот в точку все линии но здесь мы видим какой то есть объем чик вот здесь вот решетка радиатора хотя по большому счету там ее нету то есть делается красиво потом оптимально и получается с переносом вот такой вот результат самое главное что запомните нету как правило вам будут давать тэзэ в дальнейшем и вам будут говорить вот это например пример реализма да то есть если до этого была стилизация вот видите вот лоупольная моделька вообще максимально простая но на хайпольной модельке мы видим всякие сколы болтики выступы на самом деле их ничего нет единственное что мы можем с вами заметить вы видите некую такую угловатость вот карта нормалей самое главное в лоупольной модели чтобы она в силуэте была круглая красиво и правильная как она там дальше внутри выглядит себя это уже другой вопрос самое главное чтобы силуэте смотрите что имею ввиду когда говорю в силуэте вот мы создаем с вами цилиндр раздублирую его и поверну вот это удалю а этот выбираю захожу уже знакомую нам ноду и ставлю здесь например 12 полигонов и тоже его разворачиваю выбираю ротейт и поворачиваю и использую опять flat light если что он находится в lightning flat light и вы видите что при определенных ракурсах вы видите угловатость карта нормали и такие штуки не исправит то есть это вам на будущее говорю самое главное чтобы в силуэте она выглядела у вас хорошо но сильно высоко тоже не стоит задирать это все придет у вас понимание немного с опытом так надо в чат посмотреть секундочку вот например вариант моделей когда абсолютно нету хайп-польного варианта то есть у вас есть только low поле на видите такая малюсенькая сеточка а вот это вот все делает уже художник вот если есть ребята которые имеют художественное образование очень многие вещи например вот всякие блики там переливы света на переходах и сгибах это все можно достигать путем вращения света и назначения материал но есть такая штука как которая называется hand painted то есть нарисованная от руки и вот это очень ценится в геймдеве то есть это экономит достаточно много времени и имеет своеобразную стилистику вот весь варкрафт вофт например лига легенд они хэндпэйнтные то есть там есть только лоу полька а остальную всю детализацию рисует художник руками это конечно можно немножко обойти есть там всякие технические приемы чтобы добиться похожего результата но об этом расскажу потом в фотошопе в сабстансе в 3d коде абсолютно в чем можно хоть в пейнте главное чтобы у вас была 3d модель с разверткой в чем это делать самый удобный для художников софт вот видите то есть это все нарисовано ручьями это называется хэндпэйнт здесь используется только лоу польная геометрия то есть только формочка видно что она чуть-чуть угловатая но опять же это обусловлено стилистикой и самим проектом вот другой вариант то есть тут достаточно вы да наверное не знаю вот он же с текстурами может с рейда может и не с рейда вы видите что но здесь нету лоу польной модели но если вы обратите внимание на его правое плечо здесь форма льва да если это лев она просто описывается как цилиндр там есть какой-то намек на носик маленький бровки и все остальное на себя берут вот текстуры то есть изначально была сделана красивая модель а потом оптимизированная и процессом запекания бейкинг называется переносится вся эта детализация и вы переходите к самому последнему этапу текстурирования и потом вы это все дальше текстурите есть еще такое понятие миддл поле миддл поле как правило используется для кино да то есть это такие модели в которых и немало но достаточно много полигонов для того чтобы использовать максимальную детализацию то есть вот такие вот штуки на самом деле сетка у них такая видите она вся в треугольниках то есть она вся порезана когда вы кидаете свою лоу-поле модельку в движок мармасет в анриэл она будет реангулироваться и будет выглядеть в игре вот так поэтому беда в том что вы можете достать оттуда модель но с ней будет очень неудобно работать если вы заметили например помним да я рассказывал что двойным кликом мы берем кликаем по ребру и выбирается замкнутый лук но одно из самых первых неудобств когда у вас есть треугольник где модель интуки берем мультикат например я делаю вот так не оно сработает надо его вывести вот так надо сделать сейчас а а куб подскелем его мультикат вот смотрите я нажимаю двойной клик и у меня не замыкается ребро почему потому что он не понимает куда ему здесь сворачивать или ему идти туда или ему идти туда дальше мы с вами поговорим про такие штуки как от flow то есть течение как у вас должно все идти как у вас должно все строиться чтобы у вас был порядок в модели но вот в этом первый минус треугольников что с ними невозможно работать вот очень сложно поэтому всегда вы работаете в квадах сейчас еще несколько ссылочек вот это тоже пример лоупольной модели здесь просто лоуполька нарисованы руками так сейчас надо вернуть на чат чат так добрый вечер можно подробнее что такое карта нормали пожалуйста карта нормали это запечения все детализации с хайпольки фаски емки да это перенос то что я вам рассказывал на прошлой лекции карта нормали давайте пока так она фотографирует взаимодействие вашей модели со светом вот например видите топорчик да тут все это есть а вот его хайпольная модель то есть есть всякие фактурности металла дерева всякие бороздки фаски вот они скосы а здесь на самом деле вот такая она выглядит остальное все нарисовано тут используется много карт помимо карты нормали но карта нормали самое главное она создает вот этот вот объем что я вам проговорил если подойти в игре к кирпичной стене да и посмотреть вдоль нее вы увидите что она плоская просто-напросто это карта нормали карта нормали она старая во первых ой господи бамп это старая есть технология бампа есть карта нормали и есть еще дисплейсмент бамп это старая технология она черно-белая на тоже гнет геометрию вернее создает иллюзию обмана но у карты нормали есть несколько направлений света я об этом расскажу уже на последних лекциях карта дисплейсмента она именно не просто создает иллюзию она будет гнуть геометрию но для этого ей нужно много точек дальше как же джамма с его 3d кодом 3d кодом пользуются все художники так насколько востребована прорисовка хэндпэйнт или это зависит от задачи проекта хэндпэйнт весьма весьма востребовательные вообще как художники которые умеют это делать куча тьма проектов которые заточены только под хэндпэйнт ну вот опять же лол варкрафт проекты с миллиону там контента тьма просто тьма огромная и это все надо делать это надо кому-то рисовать и это только две игры я вам сказал а их по большому счету очень много вот например пример хайпольной модели сделанной в мая то есть здесь не нужен зебраш никакой это называется моделинг под смуз самое главное там правильно расставить ребра мы об этом будем говорить на следующей неделе через неделю и дальше просто потом выводится оптимальная моделька с этого всего и текстурится а здесь нету это одинаковая модель я не знаю зачем он два раза показал их одна просто чистая с эмбиентом то есть тенями а другая нет ой сейчас еще два примера можно скелету а сейчас можно да какой у вас вопрос разница в чем а смотрите разница дело в том что здесь это сетка у него вот такая сейчас я вам давайте покажу на примере в мая здесь много миллионов слева здесь много миллионов а здесь вот сетка то есть вот квадратик вот квадратик а здесь миллионов 60 таких квадратиков он просто их не отображает вот сейчас как пример это контрол n смотрите я надеюсь тут есть zbrush а блин как здесь топ вот сейчас мы вот это сюда опс а это сюда окей 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 ну а тебя а zbrush сейчас я вам покажу пример именно наглядной высокополигональной хайпольной модели сейчас он только отвиснет zbrush оперативную память zbrush сожрет всю оперативную память давайте включу отображение сетки вот сетка этого парня пробел а вот edit height ctrl n что что какой боком а сейчас камеру надо повернуть из-за трансляции оно все тормозит вот в нем 16 миллионов оп теперь вот так shift f видите его сетка настолько плотная что мы его не видим если я начинаю если я начинаю сейчас а а как ему тяжело f сетка сетка почти 17 тысяч полигонов да то есть сначала делалось блок аут вот этой штуки вы накидывали формы ножки такие топорчик такой торс такой ручки такие ага все в пропорции пропали попали это может называться блок аут драфт называйте ну вариаций много то есть задача блок аута и драфта попасть в пропорции попасть в размеры вот то что вы делали тележку и детскую площадку это по большому счету есть блок аут вы должны анализировать длины расстояния соотношения то есть вы видите что там у вас давайте какую-нибудь картиночку детская не обувь а площадку пожалуйста чтобы на примере вам показать картинка ну вот вот смотрите вы например модель эти модель эти модель эти и скажем вот эти вот отверстия вы видите что они занимают практически всю толщину этой полочки да то есть этой доски вы посмотрите ага оно такое то такое то то есть расстояние вот эти вы должны это все по соотношению с чем-то то есть какой-то элемент у вас будет опорным и вы по отношению его там смотрите ага здесь вот там вот эта вот штука толщина вот этой штуки примерно две трети от вот этой доски вы выстраиваете выстраивать поскольку у вас когда вы будете моделировать у вас никогда не будет точных размеров но если мы говорим с вами о геймдеве да а не о каких-то там кадровских штуках или что-то там под печать если вы делаете под геймдев что-то у вас как правило все там схематично в концепте могут быть какие-то огрехи как правило может быть у вас одна сторона площадки детализированная то есть вы видите где там болтики все да а другая сторона схематичная чтобы вы понимали просто где ступеньки где что а какие детали там уже дальше вы должны делать вывод по предыдущей картинке и когда вы правильно все делаете с блок аутом вы выставили все пропорции вы можете увеличивать детализацию и как правило классический пайплайн как раз и выглядит так что блок аут хай поле лоу поле запекание текстурирование то есть вот шесть элементов оно у меня кстати даже есть сейчас секунду должно быть так чат пока все понятно так на телефоне половину видео закрывает чат вот эту штуку я могу вам потом скинуть вот так вот выглядит pipeline классический то есть то что справа референсы то есть вы набираете кучу 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 никогда не пытайтесь работать с головы потому что у вас всегда будут с этим проблемы если вы дизайнер там ладно а если нет то вы можете при желании сделать как можно больше деталей как можно больше красиво вы рано или поздно себя загоните в яму потом набрали картинок чтобы ничего не придумывать блокинг драфт накидываете формы делаете детализированную модель потом оптимизированную модель делаете и в развертку бейтинг и текстурирование вот это вот все мы будем с вами проходить в дальнейшем а тут еще раз вопрос да правильно а нет такой вот вопрос такой если вы развертку уже создано и какую-то из вершинных мы поднимем подвинем дело в том что некоторые вершины можно ну короче точки можно двигать и при этом и в развертка не будет двигаться то есть да там может быть всякий distortion всякие там подтяжки но опять же если это незначительное какое-то передвижение то окей если да там у нас . было тут а мы и подвинули там условно на половину модели то конечно это надо переделывать просто бывает такое что если ну есть определенные модели когда в блок с блокинга можете чуть-чуть еще поработать и в принципе это уже готовая лоупольная модель да ну смотрите вы берете свою лоупольную модель и используете как основу хайпольной модели то есть когда у вас есть хайпольная модель сначала давайте красивая модель вы ее получаете путем ретопологии вы грубо говоря вот так вот обводите да дальше у нас будет этот у нас будет целая лекция посвящена ретопа будем ретопить это справа вариант то есть сначала вы делаете а во втором варианте у вас идет блокинг лоуполи то есть вариант справа вы блокинг используйте как фундамент для своих апольной модели то есть если вы правильно сделали блокинг block out draft неважно да вы таки а оно и начинаете сверху накидывать деталей в левом варианте вы детали начинаете накидывать на лоупольную модель ну просто это нужно знать определенные нюансы чтобы идти вот так а классический pipeline это вот эта вот штука блокинг хайполи лоуполи развертка запекания текстурирования вот это вот такой вот pipeline как правило использует на всех классических проектах вот сейчас как в дальнейшем будет развиваться технологии на скорее всего также будут использовать просто будет меняться некоторые инструменты что что ну да дальше сейчас там еще есть картинки то есть перерев то есть смотрите draft blocking поиск форм силуэт масштабы пропорции в идеале дальше по вашей модели нужно понимать механику модели то есть сундук там должны быть какие-то петли если это дверь тоже петли если это двигатель какие-то элементы которые будут нам как зрителю пользователю до давать понимание что это такое детальный драфт это уже там вы идете накидываете всякие болтики гаечки опять же если они влияют на силуэт данном случае этого можно не делать но я делал и вот дальше то есть драфт как делаю я я в дальнейшем вам об этом расскажу идет драфт то есть я накидываю формы дальше я использую определенные алгоритмы и поскольку я не самый крутой скульптор во вселенной да к сожалению я не нужно подготовить свою модель к скульпту я вам расскажу как это сделать так многие кто делают потому что в зебраше кому-то это неудобно кому-то просто он не нравится кто-то более себя комфортнее чувствует в мае и потом подготовив его кидают это в зебраше начинаете скульптить добавлять детализацию фактурности все такое скольки юви развертка но об этом потом запекание я вам потом эту шпаргалку сброшу и если надо будете смотреть нам там еще кучу всяких шпаргалок накидаю там вам будет на чем куда подсмотреть если что ну и плюс можете всегда написать нам так сейчас еще по поводу хай поле лоу поле до примерно на вот этом мужики демоне было понятно да много точек настолько много что наш черный весят этих точек да и лоупольный наш чувачок где у нас сетка всего лишь 17000 сейчас еще пару примеров этот мы видели это просто стульчик тоже под реализм видите здесь фактура кожи то есть вот это вот это лоу полька уже с картой нормальной вот она как выглядит вы видите здесь всякие бороздки то есть вот этот переход то есть вот обратите внимание форма здесь как бы его немножко повторяет он немножко то есть продавливается да но тем не менее всю нужду эту детализацию повторять у нас нет плюс вы видите что вот здесь вот идет вот такая некая угловатость вот этот красот момент когда вам нужно добавить чтобы решить эту проблему но с другой стороны вы можете быть ограничены техническими моментами вам заказчик говорит 3000 и и все три тысячи полевонов а вы такие ладно 3000 так 3000 как бы его не волнует как бы потому что во первых он вам платит и заказывает музыку а во вторых он и без вас прекрасно понимает что скорее всего она будет выглядеть не так хорошо как должно да вот смотрите вот хороший пример давайте увеличим слева хайпольная модель то есть на хайпольной модели вот представьте здесь точек настолько много но что их не нужно просто показывать тут каждый элемент этом вот точечка точечка вот это впадинка эта точечка а здесь точки это вот именно вот эти вот все пересечения то есть здесь в десятки раз может сотни меньше чем здесь да нет когда вы закидываете модель в зебраш она у вас выглядит так же и там есть ряд инструментов которые позволяют увеличивать ее полигонаж вот как мы с кубиком делали да был один кубик накинулись ну стало больше вот зебраша такие же инструменты есть еще ряд других да 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 тут не написано сколько здесь полигонов то есть обратите внимание что суть для чего я все это показывал суть лоупольной модели максимально повторить общую форму то есть передать узнаваемость силуэт если вот это справа и вот это слева полностью залить как я кубик залил белым цветом они будут одинаковые абсолютно одинаковые но по инфо своей информативности одна больше другая меньше зачем это делается для того чтобы вообще зачем оптимизировать модели потому что вот недавно там показали новый анриал энджин и они хвастались что там можно триллионы триллионы полигонов засовывать и она будет обчитывать в реальном времени да это все прекрасно но пока нету инструментов чтобы это все анимировать пока нету как бы возможности с этим таким вот богатством работать поэтому еще очень долго будет применяться данная технология и второй момент самый главный мы когда делаем с вами игру мы их или модель мы хотим ее продать мы хотим заработать как можно больше денег и чем лучше она оптимизирована тем она меньше весит до тем меньше чем меньше точек тем меньше компьютеру нужно ресурса чтобы обработать взаимодействие вашей геометрии с окружающим миром со светом с прочими штуками да и чем она легче да то есть тем больше почему майнкрафт такой прекрасный он низкополигональные и как бы все детки в него играют фортнайт на фортнайт там ну много кто играет до майнкрафт но суть в том что чем лучше оптимизация тем больше пользователей смогут купить это у вас и пользоваться этим ну и плюс это задел на качество и мастерство так какая связь между количеством полигонов и ценой заказчика между количеством и ценой нет никакой связи долларов то не знаю долларов 400 ну такую штуку делать чтобы вы понимали вот ее наверно делать давайте 6-8 дней вот это вот это вот делать два три дня на юв развертку полдня на запекание пару часов и на текстурирование тоже дней пять где-то так просто чтобы вы не думали что какой-то из этапов важнее хай поле лоу поле текстурирование то есть эти три момента крайне важны нельзя сказать что там моделлер там нихрена не делает скульптор или текстурить рисовать очень просто на самом деле если как бы рисовать было все всем просто у нас у всех бы там висели прекрасные картины они вот эти вот там где знаете нос такой огромный и ноги шутопоры и и как бы увы и ах так с лоу поле хай поле есть вопросы которые вот может возникли пока ничего не понятно да хорошо нет ну по большому счету вам сейчас нужно знать что лоу поле это оптимизировано иногда это может быть просто лоу поле как вот тут был щит да просто щит где он есть я вот так уже не найду то есть обычный щиток давайте зайдем на артстейшн может тут есть что нибудь не нету не будем расстраиваться да не ничего нету то есть лоу поле это оптимизированная штука которую вы как правило всегда будете делать в мае да ну или в другом любом полигональном софте скульпты хайпольные вот эти вот которые все такие красивые себя все что касается хардсерфейса можно делать в мае органику нельзя делать мае органика если вы там персонажник или любите всяких там существ всяких страшных кричерсов всяких это вам только нужен скульпт только зибраж блендер может скульптить но блендер не может вытянуть столько сколько может зибраж поэтому зибраж можно сказать единственный в своем роде я вам рекомендую на будущее не делать как я не забрасывайте зибраж через боли зубы и страх налаживаете с ним контакт в дальнейшем и вам будет намного проще не я сейчас скульпт чужие но я очень долго этим не занимался и у меня например там моделинг там да и все прочие все грубо говоря у меня все на сто процентов до скульптом на восемьдесят там условно то есть одно отстает от всего и от этого немного не сильно комфортно да кстати такой вот момент мая физически не может работать с таким большим полигонажом это что да майка крашивает ну например я запихивал в маю больше всего 22 миллиона у меня достаточно мощный компьютер но это много это очень много и если вы допустим выберете точку включите soft selection ее подвинете то на этом все это конец ну да ну жарить нет там просто мая повиснет и все какая программа больше подходит для бейкинга карт круче всего это делает мармасет быстрее всего и топ за свои деньги как говорится и стоит он дешево а ты можешь продать нескольким человеком да модель вы можете продавать у меня знакомый сделал модельку чужого там за 75 баксов продал полторы тысячи раз считайте повторюсь у этих карт есть взаимодействие со светом все эти борозды вмятины отбрасывают тени блики да смотрите карта нормалей как раз вся построена на том что на взаимодействии со светом бликов там нету она отрабатывает только объемы блики это уже физическое свойство материала непосредственно это вы уже настраиваете потом когда занимаетесь текстурированием скульпте нужен всем не только художником по персонажам скульптинг нужен всем да так все на все вопросы вроде бы ответил давайте теперь вернемся немножко на прошлую лекцию там некоторые штуки вам не успел рассказать так дублируем на поверхность перестроение кривых с компонентов это так с прошлой лекции вы помните как переводить нерв поверхность полигоны модифай конверт там все понятно да то есть как делать все эти штуковины таком нет поверхности ну давайте тогда перейдем сразу полигон если возникнут вопросы вы не стесняйтесь спрашивайте давайте пробовать делаем поверхность может быть смотрите нет это не то но может быть такое в закладке шоу есть самое нижнее что штука selection highlight если снять галочку вы выбираете объект он видите он тут выделяется в аутлайнере а во вьюпорте нет ну вы вряд ли это сделаете в смысле туда зайдете и включите но просто вам на будущее не вряд ли вряд ли причина не знаю это нужно опять же посмотреть на сцену настройках вы выбрали face как объект потом переключились вы выбрали смотрите вы сделали поверхность давайте по порядочку допустим где у нас вот и кривую неважно сейчас пусть будет такая и кривая переходим на вид сбоку привязка по сетке вот не сетка не нравится если хотите вдруг перестроить свою сеточку заходите дисплей grid давайте этот reset допустим включаем привязку с привязками мы уже знакомы выключаем привязку как-то там строим условно выбираете как объект правая кнопка мыши face и выбираете face и shift я понял не знаю экструд и дальше все работает еще такой момент хочу прояснить ребят там видел у много у кого почему-то возникают с этим проблемы смотрите клавишей f язык клавишей f вы можете зуммироваться к объекту я это вроде бы не говорил до всегда делаю и никогда не говорю пардон клавишей а тоже хочу а секунду интересно не-не-не смотрите что нет я понимаю что меня сбила с толку смотрите клавиша f зуммирует до в каждом вьюпорте а клавиша shift f у вас может сразу зумировать во всех вьюпортах но странно что раньше это делала клавиша shift а а теперь и shift f вот чем я сбила shift f если что вы можете сразу подлететь там зумы во все вьюпорты что хотел сказать смотрите там вы делаете крыло для ракеты да и там возникают проблемы студенты выбирают вот так вот точки смотрите обратите внимание здесь поскольку я нахожусь в проекции сбоку включить вы включите хитзап диспой поликаунт вот смотрите я выбираю точку вот просто просто кликаю в нее и вот самое крайне самый крайний столбик показывает один выделенный объект если а рамочкой выделяю два выделенных объекта то есть точка которая дальше она находится в том же положении просто по глубине дальше и вы просто так вот выделяете нажимаете w и тянете надо было сделать крыло допустим и вот так вот условно пусть будет такое если вам надо выровнять помним да выбираем все компоненты я сейчас выбрал две точки которые за ними то есть здесь нет ни три точки да а их больше нажимаем клавишу r и тянем за перпендикулярные направления оси и выравниваем и так же по оризонтально ну да выровняет ну там просто вдруг вам надо не полностью горизонтально выровнять но надо выровнять еще такой момент ребят смотрите если вот вы выбирали 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 допустим я хочу выбрать только вот эти крайние точки нажимаю w и манипулятор ваш появится в центре геометрическом компонентов с которыми вы работаете поскольку у меня все эти точки находятся в одной плоскости он соответственно и посредине но если например вы нажимаем 5 вот так вот выделяем я выделился 6 точек а я думаю что только 4 нажимаю w и вы видите что пивот вашего инструмента не там он не в геометрическом центре того что вы выбрали то есть это сразу вас должно подвигать на мысль что начнет какой-то лишний компоненты поэтому он сдвигается так на первый говорил про я да спасибо так вопросы давайте сейчас отвечаю на вопросы и идем на перерывчик так какая программа больше подходит для бэкингом а скульпт нужен всем но это все зависит от проекта но сейчас в индустрии он применяется абсолютно практически везде все самые дорогие проекты ну ладно не все лол то без скульпта там варкаут без скульпта на но опять же например с синематики мы берем да все любят синематики blizzard там где все такие красивые да такие прям это все скульпт это все скульпт невероятного уровня вред многоугольников будет чуть чуть попозже так это ответил сколько примерно весит high поле и low поле смотрите тоже абстрагируйтесь от этого например если вы играли в diablo я например очень люблю diablo прошел и вдоль и поперек diablo 3 сейчас покажу вам картинку и мне нужно вот вот это вот дерево которое мы здесь с вами видим по большому счету это plain это просто плоский прямоугольник которые развернуты по рисунок нам камере поскольку diablo камера всегда у нас изометрическая как бы угла комнаты вам просто вот так вот подставляют это все на те красиво нет выглядит безусловно красиво да и скорее всего не а точно он выглядит примерно вот так ну вот не примерно вот действительно полигон вот такой вот там и в нем точек там 25 а художник потом рисует само это дерево и используется как вы делали с облачками карта прозрачности и все что про ну просто кидается photoshop что уже нарисовано заливается белым цветом все остальное черным белое видно черное не видно и коп накинули вот вам оптимизация то есть как бы тут дерево она такого дорого богато миллион денег да на самом деле там 20 полигона весит и как бы до 20 полигонов это там несколько килобайт поэтому очень это такой размытый вопрос то есть хайп олька в зебраше если это проект зебрашовский или саптул саптул это что типа fbx только в зебраше она может весить там 400 мегабайт 20 мегабайт 60 самая большая которая видел 4 гигабайта была то есть абстрагируйтесь от этого абстрагируйтесь от конкретных чисел просто поймите смысл что это такое для чего оно нужно а сколько там это абсолютно неважно а вы из граф планшетом скульптите если дату какой посоветуете сюда смотрите если вы хотите развиваться как полноценный 3d артист планшет все-таки нужен пока вы учитесь вы можете планшет не использовать но в дальнейшем конечно же желательно им обзавестись можете купить какой-нибудь хайон они там дешевенькие да это китайские они вполне себе нормальные единственные там проблем могут быть драйверами если бюджет позволяет можете взять вакуум какой брать можете брать вот тут он приклеен ну короче тут есть маленький планшетик он как два вот такой ширину телефона смол с к разницы по большому счету нет это проекция вашего дисплея то есть неважно вам вообще не все равно у вас там 8 дюймов дисплей малюсенький как на телефоне или у вас 42 дюйма просто вам придется больше зумить планшет да как вам удобно есть куча кто людей которые используют такие малюсенькие есть кто использует самые наблатыканные эти это синтики это целый монитор с сенсорной панелью и вы прям в нем рисуете но много кому это не нравится потому что нету тактильного отклика люди не чувствуют что они рисуют но это чисто дело привычки в планшеты могут быть глянцевые матовые но это если вы художник то вам может быть это у вас вопрос да мышка дрожит а я понял это это вам нужно короче зайти в настройки виндоусом я не знаю тут есть сейчас секунду сейчас давайте отвечу на вопросы и на перерыв подойдет я скажу как это починить так говорили shift а компьютер хэллоу с планшетом то есть можно бушный взять и будет отлично они неубиваем у них только грифели стираются так все хватит за головой говорю как у меня планшет сам медиум то есть он где-то вот такой вот вообще за головой хватает даже весь в шерсти от кошки все ребят давайте перерыв 5-10 минуток не у нас тут человек не знаю сколько человек может 15 до вас вопросик да 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 давайте да правильно ну в этом и суть это то есть есть процесс оптимизации у вас слева модель которая весит несколько гигабайт а справа модель которая весит там 15 мегабайт ну как искусственный ну то есть это техническая оптимизация ну то есть вот смотрите вот это вот скульпт на то есть тут огромная огромная то есть а здесь вот поменьше ну тоже достаточно плотно особенно на лице смотрите в том-то и суть когда вы делаете оптимизированную модель ваша задача передать силуэт вот чтобы она повторяла в силуэте и все то есть вот эти вот шипики вот это вот все 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 да 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 ничего как хотите хорошо я же не против так вам показать помню смотрите короче есть а давайте тут точно что-то не то покажу ты как это это здесь есть так дин вот-вот-вот персонализацию система короче там есть поиск это держится находится устройство мышь вот перо так это короче вот эту штуку надо выключить там должно быть в случае у меня тут больше список намного и там вот эту вот там не использовать параметры вот это windows inc это еще может быть вот так вот ты берешь ку вроде бы тянешь а у тебя курсор как будто ты правую кнопку мыши нажимаешь разворачивает типа тебе всякие комбинации типа залипает у тебя не успевает вот это вот эту тему надо короче выключить там заходишь вырубишь и просто да тут должно но у меня она не так лет у меня она намного пошире изменить параметры моего пера не она перо вот не напишешь мне в личку эти скину скриншот как она должна выглядеть это вот с этим связано и вот этот залипание она должна пропасть спасибо большое так чат давай сейчас давайте вам включу хочу в конце сказать всякие канальчики которые будут полезные а в самом конце видео что включить вот это hello everyone in this video i'm going to be showing you how to create a stylized tree trunk here using first c brush and then i'm going to use maya for uvs and just model cleanup and then later substance painter for the actual texture so i'm going to start in c brush by using one of the default dynamesh projects i believe i opened up the 32 resolution dynamesh sphere and pretty much started to sculpt the shape of the tree trunk i also added a plane by appending by using the append tool and i added the plane so that i know where the actual base of the trunk touches the ground because for the most part you want that to be pretty much flat or close to flat so that you can actually place it on a flat ground plane so for the most part i'm going to be using the move tool the snake hook tool and so the snake hook is pretty good for just kind of like stretching pieces and that with the combination of dynameshing really helps in adding extra details where you have to pull stuff out i use those tools those brushes specifically just to get the main shapes out and then i'm using the clay build up along with the clay brush just to add more surface details so that it looks more like kind of like bark but i'm not going for super realistic or really detailed i just want to get the general shapes and i also want to add a little bit of variation to the base as well so that it's not completely flat and so for that i'm using the obviously the clay build up and i also made sure to enable back face mask so that when you are in you are adding details to really thin geometry it doesn't mess it up on the other side and then i'm using the clay brush along with the square alpha this one's pretty much working almost like a trim dynamic it's mostly just to soften up a little bit of the details and just to get rid of some of that clay build up look then for the interior i'm just going to mask it and inflate it a little bit and then i'm going to add more resolution to the model and start to just add a few more details i don't want to go too i don't want to make this too details i keep it relatively i guess soft looking but for adding more details i'm going to use the damp standard and this is just to add some of the creases and just sharper lines i don't want to add those everywhere because you usually don't want to overdo the details you want to have some areas of interest but if you add details pretty much everywhere then you don't have any areas of interest because the entire thing just becomes everything just has the same level of detail but in this case i just want to add a few areas with harsher edges just to draw the attention a bit more to those spots but i want to make sure i don't overdo it too much so i'm going to keep sculpting this a little bit as always i didn't spend too much time on it i believe this one took about a bit less than half an hour or something like that i hope as always i do recommend people spend more time than i do in these videos the reason i don't spend as much time is because i want to keep the videos relatively short don't go too into detail but like i said i do recommend spending a lot more time and getting this to look good and then i applied a clay polish just to get some of the edges a bit sharper then i'm going to use one of my brushes just to add more details at the top you could obviously add this manually or just do whatever you want for the top in this case i decided to use my brush for that now if you're interested in getting that brush you can just go to the gumroad 3dx page if you just search for that on google and this is pretty much it for the high poly so i'm going to export this i'm going to hide the plane and then export visible only so this is going to be exporting as my high poly model then i'm going to duplicate it in pre-process current uh under the decimation master and i'm going to pretty much decimate it i'll set to 1k polys and i think it looks pretty good it's not too high poly and it matches the high poly model pretty well so i'm going to export this as my low and in maya i'm going to clean up a few of the edges usually when you dynamesh you'll see that especially at the bottom at the base sometimes you get a lot of vertices that's what i'm doing here i'm going to first clean those up i'm also going to delete the bottom because i don't think i need it in this case and then i'm just going to get rid of some of the geometry that doesn't really add up anything to the silhouette i did not spend too much time on this but like i said i do recommend spending more time on cleaning up the model also making sure that you don't have too many really long triangles i just did a little bit of cleanup and then i'm going to be sending this to substance painter but obviously before of that before that i'm going to also uv it okay one thing i do like to do is to unlock normals when you import from zbrush uh usually the normals of the model are locked so you want to unlock those uh the normals of that just so it doesn't look strange and for uv's i'm pretty much going to uh separate the top as one uv shell and then i'm going to break up everything else uh almost like a cylindrical type of uh cut here and i'm going to use the unfold tool and layout obviously this is not using a lot of the uv space so i decided to cut this in two just so that it uses more uv space obviously you always want to use the most space as possible so that you don't waste any pixels from a texture you also do want to keep them relatively straight in this case i did rotate that piece a little bit but i'm going to export this as my low poly and obviously bake all my maps using the high poly to bake the details and i'm going to use the stylized smart material that i pretty much use for almost all my models obviously i'll have to change some of the settings uh so obviously if you want to learn how to make a little bit like that like chat with a minute please just a little bit let me do a little bit a little bit then there's not many men I think it's a question I think it's been a bit these the for us it's been a bit Нет, смотрите, в геймдеве, ну как, рендер, который используется в мае, вернее, как, не рендер, можно это все отсматривать даже во вьюпорте, да, но там это все подключается, то же, как, например, вы подключали картинки, да, но там есть некие, короче, моментики, но не суть. Их используют, скажем, как черновой вариант. Смотришь там, если там нормально, то, скорее всего, и дальше будет нормально, да. Так вот, slow poly, high poly, надеюсь, в теории все понятно. Первое, что хочу подсказать. Это же, как бы, у нас неделька заканчивается, да, открытая, и поэтому хочу… Ну, чат есть, все, одится. Хочу подсказать несколько вам ресурсов, они, как бы, всем пригодятся на ютубчике. Первый… Ой, забыл, как еще один называется. О, 3DEX. Очень, как бы, он, вот, делает достаточно простые модельки, использует классический pipeline, но для ознакомления самое оно, то есть, чтобы посмотреть, то есть, работает стилизация. Если вас интересуют элементы, что там произошло, элементы, вот этот вот парень весьма хорош в мае. Вот этот парень весьма хорош в мае. Если вы хотите развиваться, делать всякие хардсёрфасные штуки, роботов, ну, и просто улучшить, да, я вам рекомендую его смотреть, он весьма хорош, очень доступно, ну, даже если вы не знаете английский, да, чем дольше мы с вами будем заниматься, вы будете понимать, что он делает, как он, что он нажимает, вы будете понимать механику всех этих действий, и будет, как бы, вам подсказка. Вот этого парень рекомендует. Есть еще… О, тут, кстати, все вот эти подписочки есть, да? Так. Дальше. Очень хороший… Флиппед Нормал. Привет. Флиппед Нормал тоже очень отличный ресурс. Они рассматривают много каких вещей, у них и свои уроки есть, и очень много информации. Тоже рекомендую, тут и Retop, и ZBrush, Maya, Blender, очень много. Но, опять же, да, элемент смотрел, у него по топологии неплохие плейлисты, да, он вообще неплох в целом. Сейчас еще там кого-то, кого-то. CG Speak можете посмотреть, но CG Speak это такое, то есть это когда вы уже… Вот. Здесь… Нет, не CG Speak. В нашем инстаграме начались розыгрыши… Не помню. Или CG Speak. Вот. Пока вам достаточно этих трех, потом, в дальнейшем, мы с вами будем… Русскоязычных? А, русскоязычный могу вот порекомендовать, это девушка, она тут преподавала, и она моя коллега, но он такой больше юмористический, но там много всяких штучек по ZBrush. Там даже есть интервью где-то мое, там в самом начале. То есть, ZBrush, вот когда вы дойдете до блока ZBrush, какие-то моменты удобные можно подчеркнуть отсюда. Ну и в целом там узнать о каких-то моментах в индустрии, да. В самом деле ресурсов очень много. Ну-ка, если что, я вам еще скину. И еще есть такая штука, называется CG Peers. Это огромнейший ресурс, где есть абсолютно все. Но беда в том, что регистрация, кажется, там уже закрыта, хотя я не уверен. Вообще… Да, ну вот, смотрите, это надо мониторить, и там 1 и 15 числа месяца, открывается регистрация. CG Alias, точно, да, вот тоже хороший ресурс. Спасибо, русскоязычный. Здесь вы можете… Тут у них прямо очень огромные стримы. Если вам какая-то тема интересна, вот, например, вам интересуется скульпт и печать, тут по-любому они позвали какого-то крутана, для которого 5 часов рассказывал прям все-все-все-все-все. Можете так, допустим, ПЗ-шку делаете, да, запустили фончиком, они там балакают, балакают и балакают. Вот. CG Pierce, показывать его не буду, там огромное количество есть всего-всего-всего, но в дальнейшем, когда мы прилимемся с вами к концу, я сброшу вам несколько хороших туториалов, где полностью будет проходиться весь пайплайн, и вы столкнетесь уже, увидите, что вас ждет потом. На перстенции сейчас написано, что по инвайту. Ну, там вроде бы, да, открывают иногда, но 1 и 15 числа. Так, все, давайте теперь помчимся по теме. Мы с вами рассмотрели кривые и нерпсы, да, посмотрели, что нерпсы можно использовать для некоторых поверхностей и потом конвектировать. И мы добрались до полигонов. Мы уже с вами по 2 дня в месяц, как… Ну, там, смотрите, на CG Pierce, не знаю, как сейчас, было, что только по инвайту, было, что только 1 и 15 числа месяца. Там по-разному, за этим надо следить. Так вот, полигоны. Все, что касается полигонов, мы можем создать в закладке Create Polygon Primitive. Если вы обратите внимание, их, конечно же, тут намного больше. Здесь вот есть такие и всякие хеликсы, то есть шестереночки. И, соответственно, вы все это можете всячески крутить, вертеть и создавать уже какие-то основные формы и дальше их туда нет. Нет. А, свою какую-то модель, в смысле. Да, вы можете написать скрипт, создать модель, сохранить ее. Да, так можно сделать. Да, можно. Но, опять же, это непросто. Еще такой вот момент. У вас может быть… Смотрите, как они создаются. Вы просто нажали кнопку, он какого-то определенного размера создался. Но если у вас включена Interactive Creation, и, допустим, мы выбираем куб, все начинает создаваться, как в 3D Max, то есть вы сначала выбираете один размер, потом другой размер. Ну, может быть, вам так будет удобней, да, можете использовать этот вариант, допустим, например, сфера. Раз, и вы сразу… Ну, он достаточно удобный, но не знаю, я очень… Ой, я привык к классическому способу, то есть Torus. Первый раз размер нажал, второй раз нажал, потянул радиус. Может быть, это будет и удобнее. Просто не пугайтесь, если вдруг что-то работает не так. Это по этой причине. Дальше. По поводу того, из чего у нас состоит каждый полигон. Наши полигоны с вами состоят из таких компонентов. Правая кнопка мыши, ребра, точки, фейсы. Это основные компоненты. Есть такая штука, как Vertex Face. Она нужна для того, чтобы смотреть ошибочки. Вдруг вы там забыли Extrude. Что значит забыли Extrude? Команда Extrude. Это команда, вы выбираете полигон, применяете Extrude и можете ее вытянуть. Ну, допустим, мы применяем Extrude и ничего никуда не вытягиваем. Но здесь у вас выполняется эта команда. У вас создаются дополнительные точки и дополнительный полигон. Но он идеально просто совпадает с тем, что там есть. И таким образом можно Vertex Face. Вы видите, что здесь есть такие вот полосочки. Другой вариант, как можно это проверять, нажимать кнопку 3. То есть троечка, предпросмотр, сглаживание. И вы видите, что одна сторона выглядит как-то не так. Хотя он весь одинаковый. То есть он должен выглядеть вот так вот и отсюда сверху. Но это значит, вас должно сподвигнуть к каким-то мыслям. Но другой вариант, как это проверить. Правая кнопка мыши, вертексы. Обводим точку. Видите, я выбираю одну точку, а их тут две в поликаунте. А после дублирования объект в дубляже уже нет возможности изменить параметры поля 1. Да, когда вы дублируете объект, он создается с новой историей. Поэтому тут внимательно. Вот, сейчас объясню. Кстати, спасибо, что наполнили по поводу дублирования. Нет, даже если вы почистите ноду, оно там останется. Или сшивать. Ну, самый простой вариант, это берете вертексы, объединили все и правое сшили. То есть, как вариант. Может быть такое, например, ну, это я забегаю немного наперед, но если я выбираю фейсы, вот так вот их слопываю, это по большому счету у меня как бы типа один полигон, беру вертексы, выделяю, сшиваю точки, четыре точки, а полигона у меня два, а такого быть не может. То есть, у него лицо должно, у меня получается здесь два полигона, четыре точки. а как мы знаем из курса геометрии, да, плоскость мы можем провести минимум через три точки, и получается, у нас здесь должна быть, ну, две плоскости, они должны быть, если треугольники, ладно, плохой пример, забыли. Это суровая геометрическая ошибка, потому что у нас здесь толщины нет, но у объекта есть лицо и затылок, как бы, и они смотрят в разные стороны, ну, вернее, не в разные стороны, здесь лицо и одновременно затылок вот этого полигона, и здесь так же. Поэтому, если я вот так вот вожу, видите, да, оно так мерехтит, это называется Z-fighting, то есть здесь высота и низ, или толщина, давайте так скажем, она идеально совпадает по высоте. И поэтому это так выглядит. Можно, кто подскажет, если у меня в модели есть элементы из разных материалов. Мне делать под каждый элемент отдельную UV? Нет. Смотрите, не так. Это сейчас я забегу наперед. В мае материалы не являются понятием материала, как в нашем мире. В мае материал, то есть вот это вот, что мы с вами назначаем, ламберт, это все один текстурный сет, то есть это один лист, но на этом листе может находиться дерево, стекло, металл, кожа, органика, абсолютно все. То есть это условно у вас как страница бумаги. То есть правильно будет у вас на все ваши модели назначить ламберт, неважно, что вы выбираете, какой из этих материалов, любой, ну по стандарту ламберт просто, разместить UV в одном квадрате, в первом Udemy, и дальше, когда вы будете это текстурить, вы для каждого объекта должны выбирать соответствующий материал и его настраивать. Вот так вот. Все. Давайте вопрос. Видел в тот момент, что вы говорите иногда на вещание, да, что везде есть. Я видел такую в каком-то новом виде, оно еще в эффекте из-за того, что модель большая. Да, такой вот вопрос. Смотрите, например, есть на чем показать. Такой подобный эффект может быть возникать, когда у вас проблемы с камерой. Ну, вернее, не с камерой. Ваш объект сильно масштабирован, а у камеры есть ограничения по... У камеры есть два параметра. Near clip и far clip. То есть, она видит до определенного момента и видит вдаль до определенного момента. То есть, в определенном диапазоне. И смотрите. Сейчас. Вот. Если я буду дальше еще отдаляться, видите, что у меня изображение отрезается. Как эту штуку регулировать? Вы заходите в Outliner, берете свою камеру, заходите в атрибуты, можно это сделать быстро, Ctrl-A нажать, и вас интересуют параметры near clip и far clip plane. То есть, что будет обрезаться, до какого расстояния и после какого расстояния. И вам нужно уменьшать параметры, то есть, увеличивать получается, наоборот. Два нуля, девятка, но все равно ему плохо. То есть, это связано больше с масштабом, с масштабом и размером, который захватывает ваша камера. Ну, как правило, если вы это моделите, вы вряд ли, у вас такая проблема возникнет, если вы возьмете чужую модель, и человек работал, скажем, в метрах, в системе метров, а у вас миллиметры выставлены. Она автоматически масштабируется, получается весьма огромной, и у вас могут возникнуть подобные проблемы. Это вам нужно тогда параметры камеры и регулировать эти значения. Так, 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 так. При дублировании нужно использовать команду дублики спешно-стройки да, спасибо. Сейчас это все вам расскажу, но уже немножко после полигонов. То есть, тут понятно, мы можем переключаться между атрибутами через modeling toolkit, вернее, атрибутами, компонентами, или использовать hotkey f8, f9, f10, f11, или же, как по мне, самый удобный способ просто навели правая кнопка мыши, здесь у нас все есть объект, edge, vertex, face, vertex, face, face, и мульти режим вы можете сразу несколько компонентов выбирать, вернее, ребро и полигон. В Maya есть только одна команда, которая работает в мульти режиме, поэтому он вам никогда не понадобится практически. И объектный режим. Дальше, что хочу вам сказать. Есть такое, давайте, сейчас мне нужна какая-нибудь штука. черепашка. Мужик. Нет. Мужик нам не нужен. Черепашка. Спрейк. Да, давайте на черепашки. Смотрите. Чистим историю. Не забывайте всегда чистить историю, чтобы у лайнера был порядочек. Вот у меня полигональная Maya черепаха. геометрия данная называется Mesh. Mesh – это какая-то вот геометрия. Mesh, в свою очередь, состоит из Shell. Shell – это как бы поверхности. Сейчас, но я знаю, что так и есть, но, например, если я правой кнопкой мыши беру Face и двойным кликом нажимаю на полигон, у меня замыкается весь в Shell компани... ну, то есть, весь геометрический кусок. Что мне это должно подсказать? Что вот эта черепашка, если я сейчас разделю, shift-правый, separate, она состоит из двух элементов. У нее голова отдельно, туловище отдельно. В данном контексте сейчас два Mesh, каждый из которых состоит по одному Shell. если я это сливаю в один, в данном случае это теперь один Mesh, состоящий из нескольких Shell. То есть, если мы... У меня был тут раньше персонаж, но его, наверное, нету. Да, его нету. То есть, например, сейчас, Dungeon, Blackout. О! Ой, скрывается. То есть, если взять персонажа, да, условно, рыцаря, и это все слить в одну геометрию, это будет один Mesh, состоящий из кучи Shell. То есть, это будет тело, броня, оружие, да. Но также мы можем его разбить на кучи Mesh, которые будут состоять из одного Shell. Это просто, чтобы вы не путались в формулировках. То есть, в данном случае вот у меня есть подземелье, да, и здесь вы видите, они даже визуально видны, что они поделены. Это один Mesh, состоящий из, получается, 6 и 9, из 9, не 9, 10, из 10 Shell. То есть, я могу его разделить и с каждым работать отдельно. Но также я могу и когда он собран в кучу, с ним работать отдельно, но уже непосредственно переключаясь между компонентами. Что такое Mesh и Shell? Понятно? То есть, Mesh это целая геометрия, Shell это составляющая геометрии. Но Mesh может состоять как из одного Shell, так и из нескольких. Ну, то есть, делите, как бы все логично. Если, например, взять того же манекена, манекен может быть одним Shell, то есть, одним цельным куском, а одежда это другие Shell. Но в целом он может быть слит в одну целую геометрию как объект. То есть, вы его выбираете, вот я сейчас выбираю балку, у меня выбираются все мои балки и кирпичи. Они все слиты в единый Mesh. Это в дальнейшем просто, чтобы вы не путались с терминологией. Дальше. Так, хотел вам показать такую штуку, по поводу дублирования. Я вам сказал, что обычно в майке не используется копирование, используются дубликаты. Почему? Если в майе копировать объект и вставить, то дело в том, что майя очень строго к именам. Если мы с вами копируем объект и вставляем Pcube1, она его переименует и создает Pcube2, но при этом все атрибуты его также сдублируются. То есть, если вы, условно, у нас был красный куб, мы его копируем, вставляем, он будет у нас не ламберт 1 уже, а ламберт 2 или ламберт там копии. Это будет уже совсем другой объект, но визуально он будет похож. Поэтому копированием будьте очень аккуратны, особенно, если вы работаете с большой сценой, вы случайно можете скопировать, а потом нажать Ctrl-V и мая повиснет. И она будет всю вашу сцену копировать и вставлять в себя же. И это потом там куча мусора всякого будет, это все надо чистить. По поводу дублирования. Помним, да, выбрали Ctrl-D, там как-то подвинули, повернули и теперь Shift-D, 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 работает. Самое главное, чтобы работал Shift-D, то есть Duplicate Re-Transform, вы не должны снимать выделение с объекта. То есть вы что-нибудь там, скажем так, сдублировали, подвинули его куда-то, понасштабировали, повернули, повернули, не снимаете выделение, то есть Shift-D, 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 Shift-D. Вот и поехали там дальше какие-то процессы происходить. Оно масштабируется, то есть если вы подвинули на 2, этот на 2, следующий на 4 будет, тот на 8 и так далее, и так далее, и так далее. Если вы сделали вот так, ну смотрите, не, нормально будет, нормально. Ну я понял, мы снимаем, например, заходим, 3 пишем, Shift-D, ну, вот, Просто дело в том, что когда мы так вот напишем, у нас тут останется выделение, и нам нужно будет обратно тыкнуть на наш кубик. Повернули куда-нибудь сюда, Shift, и здесь Translate пишем 5, просто видите, он сейчас выделен, если я нажму Shift-D, он ничего не поймет, куда ему работать. Shift-D, 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 да, работает. Но для такого случая, как вы говорите, есть команда, которую я не успел в прошлый раз о ней сказать, duplicate special, control-shift-D, она всегда открывается через option box. Смотрите, что происходит при дублировании. Если вы, вот это важно, это сейчас вспомним первую лекцию мерзкие ноды, это сейчас тут будет. Мы дублируем объект, вот наш первый объект, видите, у него pcube 1 свой, pcube shape 1 свой, сейчас давайте очистим историю, install shading и lambert, соответственно, а здесь нас интересует pcube 2 свой и pcube shape тоже свой, то есть это как бы у одного своя transform нода, у другого своя, и формы у них разные, но здесь есть такая штука как instance, но об этом давайте сейчас это расскажу. Здесь вы можете сразу задавать какие-то значения, параметры и сразу количество регулировать, то есть что мы берем, давайте первым делом reset делаем, тип, который мы хотим создать, просто копии, ну то есть дубликаты, мы хотим это все подвинуть, там, помните, я делал пирамидку, допустим, подвинуть все хотим на 1, если что, первая ячейка это x, вторая y, третья z, там, хотим все подвинуть на, по x, да, на 2, rotate, ничего не хотим делать, scale, смотрите, всегда у вас должен быть единицей, то есть как бы если меньше единица будет масштабироваться, меньше становиться, если больше, естественно больше, давайте напишем 1 и 2, количество копий, 10, 27, apply, и вот он сразу такую вот делает штуковину, то есть можно дубликаты делать таким образом, ctrl-shift-d, вернее нет, через option box, самое важное и удобное в этой всей истории это инстансы, что такое инстансы, давайте translate 2, apply, у вас создается объект, вот он, мы его можем свободно перемещать где угодно и как угодно, но если вы обратите внимание, здесь вот наш оригинал p-cube 1, p-cube shape 1, да, мы выбираем наш дубликат и здесь у нас p-cube 2, то есть у него свои трансформы, он может сам как-то перемещаться, но p-cube shape 1, то есть точно такой же, как у этого объекта, и если я беру полигон, меняю, это влияет на его инстанс, и таким образом мы можем с вами моделить какие-то штуковины, то есть это больше нужно для какого-то дизайна, для блокинга, ну там много всяких вариантов, то есть таким образом можно моделить, скажем, сразу ведро, да, деревянное, вы делаете только одну болваночку, и допустим, ну таким образом, я вряд ли сейчас, конечно, попаду в нужные числа, но сейчас попробуем, так вот подвигаем, pivot в центр, перенесли, рано перенес, но ничего страшного, мы сейчас вот так вот сделаем вертексы, выключаем привязку, подвинули, подвинули, и теперь смотрите, я хочу подвинуть фейсы, можно так подвинуть, а можно, помним, control правое, control shift, правая кнопка мыши, компоненты, ага, интересно, а что не перпендикулярно, ладно, тогда можно схитрить, нажимаем клавишу D, помним, что, когда вы редактируете pivot, вы можете его выровнять, когда у вас написано orient, вы просто наводите на какой-то компонент, и он по нему выравнивается, если вы зажмете shift, то есть это то же самое, что вы с привязкой будете его двигать, то есть можно позиционироваться так, так, это я сейчас делаю с shift on, вот подвинули, например, и теперь хочу сделать такую вот штуку, есть, чистим историю, видим трансформацию, честно, мне легче это сделать руками, просто control D, вот так вот подвинуть, тут неправильная форма, а, вот, смотрите, как раз, это и хорошо, заходим с вами edit, duplicate, истра, special, вернее, делаем, reset, нам нужен instance, и нам нужно эту штуковину вращать, по какой оси, по Y, не знаю, сколько раз, ну, давайте 6, не 6, а градусов 30, наверное, нет, смотри, в чем, если делать просто дубликат, у него не будет общей shape ноды, смотри, сейчас поймешь, вот я сделал такой, да, сейчас давайте, вот так вот, 12, apply, есть, вот это вот все, instance, я беру вот этот, сломался, сейчас, смотрите, если сломался, объект, face, не, не хочешь, vertex, и таким образом мы можем его подредактировать, и это будет отображаться сразу во всех объектах, вот в этом и разница, дубликат и instance, я мог бы так сдублировать, а потом мне нужно было бы каждый подгонять к другому, а так я сделал instance, и теперь все, когда вы закончили все эти трансформации, вы выбираете свои объекты, и здесь modify, convert, тут должно быть instance to object, вот, бум, и теперь, когда мы заходим в наши атрибуты, мы видим, что у каждого сейчас будет своя shape нода, то есть вот так вот можно использовать инстансы, здесь также есть всякие дополнительные надстройки, то есть можно сохранить все входящие, исходящие связи, все полностью связи, то есть вы можете делать общие трансформ ноды, чтобы вы один двигаете, и двигаетесь все, опять же, это очень удобная штуковина, когда вы делаете какой-то дизайн, да, вы делаете там с нуля, чтобы вы полностью видели полный объем, как это все выглядит, copy-paste от дубликата получается ничем не отличается, нет, отличается тем, что у вас будут дублировать, материалы и шейдера, а при дублировании, если просто его сдублировать, у него создается свой p-cube и p-cube shape, то есть они никак не связаны. Да, давайте. Смотрите, это разный, не дубликейт, спешл, просто дублирование используют и зеркалят. Тут такой был вопрос, когда я делаю персонажа, одну часть потом симметрично зеркалят. Просто команда Mirror сделана специально для этого, у него есть там свои нюансы, мы об этом будем говорить позже. А есть старый добрый дедовский метод, да, я вам его показывал, он у вас будет во второй пзшке, вот так вот ставим, например, с привязкой по сетке, freeze transform делаем, и я эту штуку дублирую и умножаю по скейлу x1 минус единица и получаю то же самое, это как бы зеркальное отображение, да, только нужно понять, в каком направлении это делать. И самое важное, здесь нужно перенести пивот. Я, если честно, всегда дублирование делаю вот так, старым дедовским способом. Оно надежнее, не уверен, что правильно понял. Ну, смотрите, у копий в чем разница? А, поняли, да? Хорошо, хорошо, разберетесь. С дублированием понятно? Вы очень редко будете использовать инстансы вот эти. Хорошо, инстансы, они нужны только, ну, вот, как пример, да, с этой вот окружностью ведерко. Потом я могу там, когда мы будем практикой, если время останется, сделаем, например, барабан от револьвера. Он у меня сейчас где-то тут есть, кстати. Сейчас просто вам попытаюсь на пальцах объяснить. О, да, смотрите, тут даже будет хорошо видно. Допустим, вот представьте, вот это вот инстанс, да, и мы создаем только вот эту вот часть. Не одну четвертую. Вот эту. Потом мы делаем из нее инстанс и дублируем сюда. У нас получается точно такая же штуковина, только здесь. Но при этом мы работаем только с правой стороной, и все это отображается на левой стороне. потом мы выбираем вот эти два объекта и делаем как инстансы, но уже дублируем вот так вот по кругу. и получается, что мы работаем только вот с этим, а трансформации будут проходить на всех остальных. И то есть вы можете очень быстро замоделить вот такой вот барабан. Есть другой способ сделать это еще быстрее, но, опять же, он более грязный, скажем так. То есть это один из примеров. Еще это можно как бы накидывать в дизайне. Вы что-то там свое придумываете, чтобы видеть... Ковер? Ну, мне можно ковер. В ZBrush, например, ось симметрии, если мы привыкли, что у нас есть XYZ, там есть еще радиальные, вы можете их настроить там до 36 штук, короче. И вы вот так вот один мазок делаете, у вас такой лепесток страшный, как из фонсоры какой-то получается. Очень забавно, то есть можно что-то придумать, но, опять же, это чисто... Ну, я на практике этим практически не пользуюсь. Дальше. Компоненты. Что у вас еще дублирование сказал? Еще у вас будет такая вот штуковина. Умаш. Это все будет в ПЗ, оно будет там объясняться, и, надеюсь, на монтаже там ничего не порезали. Музыки только не будет. У нас третья будет музыка из Скайрима. Да, кто любит Скайрим, там будет... Что, как без музыки? Ну, свою включите. Че? Че? Следующих не будет музыки. Ребята, которые делали следующие ПЗшки, они грустные. Что, что? Не, можете свою. Я просто люблю, когда что-то делаю. Рекурсия инстанса. Что, что, что? Да, 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 да. Вот, человек понял. Хорошо. Да. Хочу вам показать штуку, которую вы будете использовать на ПЗшке, чтобы вырастить лес. О, сколько у меня у нас всего открыто? Ничего страшного. Ничего страшного. Это... Можно закрывать, да? Да. Можете их всегда закрывать. Они ничего вам не сделают. Я хочу какую-нибудь черепаху. Трэш. Вот, смотрите, черепашка. И будем сейчас с вами размножать черепаху. Звучит так себе, но... Есть такая штука. Маш. Да? Я вам говорил, что она используется в основном для моушн-графики. Вообще, моушн-графики самым крутым считается, кажется, Cinema 4D. Он тоже для полигонального моделирования. Больше в архитектурной визуализации применяется. Но, тем не менее. Как это работает? Вы выбираете объект и нажимаете на кнопочку. Ваш оригинал скрывается. И появляется черепашья семья. Что вы делаете? Вы заходите в атрибуты. Да? И, кстати, тут должен создаваться закладочка такая, маш. Но у меня что-то нет. Сейчас. Не-не-не. Кстати, да. Может быть. Маш, 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 маш. Мьют, игнор. Нет, не вижу. Так вот. Неважно. Смотрите. Вы выбираете то, что у вас создается, маш1. И что вы видите в атрибутах? Тут также есть своя нода какая-то, да? Transform нода. Shape нода. И дальше какие-то непонятности. Маш рэпра. Давайте по порядку. Маш 1. Это нода, вот как раз та, которая отвечает за подключение всяких нод. То есть такая некая библиотека. Да? Здесь куча всяких вариантов. Аудио по кривым. Ну, я в своей жизни пользовался только вот этой, Placer и ID. То есть помните, я вам рассказывал историю про остров, да? У вас есть три дерева. Вы берете, назначаете этим деревьем номера 1, 2, 3. Берете Placer и говорите, чтобы он всякими рандомными способами эти варианты 1, 2, 3 расставлял. И просто вводите мышью, у вас появляются типа рандомные деревья. И там дальше он может их подкручивать. Следующее, что нас интересует. У вас всегда создается нода, которая отвечает за умное дублирование. Называется наш 1 Distribute. Здесь вы можете регулировать количество, расстояние, способ их как бы распространения в мире. Можно даже есть вариант MASH. То есть вы можете закинуть, я могу сюда закинуть, у меня есть чайка. Выбираете вариант, она просто тяжелая, вариант MASH. И ваши черепашки будут размножаться по вашей чайке. То есть как бы вы можете, например, сделать мужика, состоящего из зайцев. И они будут из каждой точки привязываться. Но опять же, это нужно для motion графики. Представьте, у вас здесь такой мужик стоит. И вы ставите ключ, что в первом кадре просто мужчина. И в 35 кадре он весь такой в зайцах облепленных. Вот это вот делается через такую вот штуку. Может привязываться к сетке, короче, разные всякие варианты. Но вам нужно будет играться с Distribute и подключить ноду Curve. Вы нажимаете левой кнопкой Add Curve Node. Здесь у вас создается новая дополнительная нода. Что мы делаем? Мы создаем кривую, по которой и будет у нас все работать. Вот я, например, создал кривую, но она у меня первого порядка. Но я хочу ее переделать. Помним, да, что в Curve есть Rebuild. Открываем. И здесь вы можете, смотрите, мы даже сюда не заходили, а просто сказал, что здесь есть такой способ перестроения. Поменять, то есть уменьшить, оставить количество узлов такими же, не трогать мультиточки, изменять кривизну. Это не помню, если честно. Нас интересует, например, мы хотим увеличить количество. Мы выбираем, как оно должно работать. Параметры от нуля до конца, оставить количество, как есть, спанов. То есть спаны – это вот эти вот отрезки. И от нулевого до какого-то конкретного отрезка. Мы говорим, что оно будет меняться полностью от начала до конца. Говорим, что оставить. Начало, конец. Вы можете оставить тангенты, то есть углы. Можете оставить количество точек. Соответственно, мы не можем добавлять тогда точки. Логично, если мы хотим оставить точки, то мы не можем их добавить. И нумерацию спанов тоже. То есть получается, смотрите, вот это вот точки, а вот это вот спан. Отрезок между точками называется спаном. И, допустим, хочу увеличить до 20 точек и сделать ее кубической. Давайте оставим оригинал. Нажимаю rebuild. И вот у меня получилось из моей кривой первого порядка, кривая третьего порядка. И при этом намного плавно и больше точек. Теперь, допустим, беру своих черепах. Нет, сначала удаляем вот это старое. Заходим в ноду нашу, выбираем ее. И нас интересует mash curve. И вы здесь видите input curve. Вам сюда нужно что-то закинуть. Как вы делаете? Берете средние клавиши мыши и перекидываете. На самом деле в Maya очень много, что легче всего просто вот так вот средней кнопкой мыши куда-то затянуть. Можно и текстуры так подключать. Вы, например, делали как? Вы брали. Где атрибуты? Атрибуты. Lambert. Нажимали, нажимали, нажимали. Можно просто картинку взять вот так вот сюда. Средней клавишей мыши перетянуть. И все. Ну, сначала вы перетягиваете в hyper-shape, а потом оттуда-туда. И она сама все куда-надо подключает. Но это на будущее. Ой, господи, у меня куча маек. Вот, черепахи. Ну, мы видим, что происходит что-то не то. Во-первых, что нас интересует? Нам нужно больше черепах. Мы заходим в ноду, отвечающую за количество, увеличиваем количество. Таки увеличили, но все равно что-то не то. Заходим в кривую, и нас интересует первый параметр. Шаг. То есть, видите, оно будет распространяться на одну сотую. Мы хотим, чтобы на всю длину. Есть. Но опять какая-то тарабарщина. А, не знаю. Все работает, и слава богу. Дальше. Но все равно вы видите что-то не так. Вы берете и уменьшаете дистанц. Дистанц – это как раз смещение по этому иксу. И в таком случае вот вы четко получаете путь. При этом, если я беру, начинаю редактировать мою кривую, черепашки тоже как-то что-то там шевелятся. И таким образом вы можете создавать опять же те же анимации, прочие штуковины. Это был самый простой и самый распространенный пример применения данной штуки. Я сам, ну из всех штук я только вот эту использовал. Для чего? Для того, чтобы на сапоге сделать строчку. Ну, эти, стежки. На английском – стич, а на русском – стежочки, да, Алексей? Ну, вы поняли, да, когда из обуви вот эта вот ниточка торчит. Мы просто берем ребро. То есть мы такое уже умеем делать, например. Выбираем его. И здесь есть modify. Знаем команду convert. и здесь есть edge to curve. Кто-то видит? Ниже. Оно, оно, текстуру. Сейчас. Polygon to subdive smooth. Polygon edge to curve. Вот. Бам. И вы получаете кривую. В кривых есть такая же команда. Заходим в curve. И здесь есть duplicate surface curve. Нажимаем. Но минус в том, что каждый отрезочек как бы является новой кривой. И вам надо это все сшивать. Поэтому никогда не используйте команду duplicate curve. А если вам нужно сдублировать кривую, то вы идете в modify convert. Что? Ну, вот смотрите. А потом просто отдельно делаете вот этот стежочек и говорите распространяется по кривой. И там у меня там условно был вот такой вот ботинок. Условно. Допустим, так. Ну, сделаем вид, что это ботинок. Упс. Так. Так. Да. И там мы берем, там должно быть у нас какое-то ребро. Берем multicat, например. И вот так вот я режу. Ну, тут, соответственно, мало, но в принципе должно быть понятно сам алгоритм. И берем, то есть у вас есть отрезок, который абсолютно повторяет форму вашего ботинка. Это может быть куртка, это может быть абсолютно что угодно. Да. Вы так можете, например, кабеля дублировать. Вы сделали один кабель, он уже так идет. Вы просто берете его ребро, дублируете, у вас есть другая кривая. Или можете дублировать кабель и с ним взаимодействовать. То есть вариантов в майке вообще тьма. Как вы можете все решить? Полигон Edge to Curve. Вот у нас кривая. И вдоль нее создаете эти дубликатики через MASH. И потом чуть-чуть подскелили и все получилось. Это вот один из примеров такого же дублирования. У вас в ПЖ-шке надо будет, во-первых, там домик будет. Он будет раскидан, на нем будет не хватать элементов. Вам нужно будет проанализировать, чего у вас не хватает, опираясь на референс. Референс мы же с вами подгружали, да? Помните. Create free image pane. Потом в атрибуты. Здесь вот image name. И подгружаем. И дальше, соответственно, смотрите на картиночку, анализируете. Там у вас все будет раскидано, как-то развернуто, перевернуто. Чего-то будет не хватать. И вам там нужно будет использовать разные дубликаты, привязки, выравнивания. И в конце вам нужно будет... А, нет, там еще нужно будет вам сделать дымоход через кривую и револв. И построить дерево. Вырастить дерево, хотел сказать. Вырастить дерево и его продублировать по кривой. То есть, в принципе, мы уже как бы это все проходили. На этом как бы у вас потом неделя перерыва. И после недели мы уже полноценно начнем с вами полигональное моделирование. Там следующая у нас ПЗшка. Мы будем делать блок-аут топора под музыку из Скайрима. И дальше там у вас будет дрон из «Звездных войн». Какой симпатичный. Там много чего будет прикольного. Будем с вами там и ретопить. Так что, если что, ребят, я есть в телеге. Можете писать. Если я вам не ответил, это не значит, что я плохой. Скорее всего, у меня просто очень много чатов. И я могу не заметить или там буду занят. Но если вам нужна какая-то помощь, совет, пишите. Но не ночью, пожалуйста. У меня когда-то студентка в 3 часа ночи в Телеграме звонила. Вот. Что-что? Это режим полета. А потом я девушки слушал. Кто это тебе звонит в 3 часа ночи? Подождите, а как вы говорите? Вы, я спрашиваю, Андрея. Где-то, я знаю, что они рандоарно. А, это, ну, там это не надо сделать. Но вы можете попробовать. Вам просто нужно помимо керва, там нода керва, там будет еще нода ID. И там у вас, вы просто добавите, как он будет там понимать, да? У вас то, что ваше ID будет, смотрите, оно будет здесь. Допустим, вот я создаю куб. Давайте сейчас сразу сделать. Оно вот он, видите? Обжект. Сейчас здесь один объект. Я беру, допустим, захожу опять в маш, атрибуты, маш. И здесь я беру, где ID, добавить ноду. И я хочу добавить сюда какую-то штуковину. Нет, зачем мне куб, конус, например. И заходим опять в маш, маш ID. Вот. Вот это вот средней клавишей мыши. Нет, не средней. ID count. Здесь вы регулируете. А как же ж тебя подгрузить? Object. Диаметрия. Не-не-не. Load attribute – это подгрузить какие-то пресеты. О, ребят. Я вот это вот не помню. Но разберусь тогда видосиком, запишу в телегу скину. Но опять же, можете попробовать сами. Тут где-то все, на самом деле, все очень просто и интуитивно понятно. Delete, refresh. А может, я не то закинул? Да, я не то закинул. Я тянул за меш. Вот просто пэклон тянете, у вас, видите, появляется 0 и 1. И дальше вы тут можете регулировать. Вот, теперь убираем mash. Вот это тоже берем, вскрываем, чтобы это нам не мозолило глаза. А, еще же момент. Вот эти вот все ваши объекты, они завязаны на вашем родителе. Родитель, вот он, скрыт. Мы можем что-то сделать с родителем, и это все как бы отразится на наших… Это тоже инстансы, ну, в детях, да. Давайте скажем, в детях. Ой, удалил, его нельзя удалять, потому что перестанет работать. Опять берем mash, и здесь можем mash.id, там, рандом. Видите, я кручу, рандом сид, и можете там всячески его поднастроить. И он по кривой, там, можете 2-3 дерева сделать. Можете сделать одно дерево, чуть-чуть его поменяли, сдублировали, чуть-чуть поменяли, сдублировали, чуть-чуть поменяли, не надо каждый раз делать. Новая прям. Будет выше крыши. Так, control-n. Вот, будут вопросы, пишите. Тем, кто с нами остается дальше, будем заниматься дальше. Тем, кто решает. Вот у вас неделька есть, у вас ТПЗ-шки будут проверять. Мы будем висеть в телеге, общаться. Спрашивайте. Если есть вопросы, вообще в целом, не обязательно по лекции, спрашивайте. Так что давайте тогда. Хороших вам выходных. Если есть вопросы, давайте. Я хотел спросить за книжки, которые там до книжки в мае. Просто смотрите. Я, насколько я знаю, что все диснеевские фильмы, они еще, ну, именно на модели, все, по сути, это мае, но... Рендерят не в мае они. Рендерят не в мае они. У Пиксара вообще свой этот... У них вообще много своего софта у Пиксара. Я понял. Ну, в мае... Ну, в маленький такие сделать достаточно легко. Не сильно сложно. Главное, вот так вот концепт тоже подгружаешь и начинаешь его обводить и все. Как с ракетой было. там есть вот на канале вот этот что я показывал 3dx там у него он делает это много у кого акцент интересный то есть еще крутой очень чувак и кстати за ним визикс вот у него он француз он очень крутой он все делает в мае и у него лютый французский акцент вот тоже хороший чувак рекомендую вот он дюнтера какого-то дела и он в майке делать ну простеньких таких зябликов делать достаточно легко поэтому выскажите мнение про 3d стоки пожалуйста можно ли на этом зарабатывать на первых порах учебы на первых порах к сожалению наверное нет поскольку у вас нет опыта и вы будете не конкурентоспособны есть такие штуки для 3d магазин магазины там есть 3d товар представлены да и вы можете тупо моделить пропсики всякие там наушники штуковины там правда так себе условия для вас как для 3d артиста но поначалу это хорошая практика вы модели эти в майке там накидывайте простые материалы и отдаете если кто-то заинтересуется то вы пишите мне я не помню называется правильно я скину или просто найду и скину стоки минус столько вы должны мониторить что в тренде то есть вы всегда должны держать руку на пульсе так вы конечно можете там наделать кучу всего скинуть и полгода сидеть ждать ну или вы можете там тоже сделать и опять у вас там стул какие-то все восхитятся вашим дизайном или не знаю спинку какую-то вы сделали чудную тоже ну столько это такая штука которая будет на вас работать через несколько лет вот так вот как сохранить видео в хорошем качестве хорошем качестве там смотрите правая кнопка play blast здесь формат кьюти так не помню что кьюти крик тайм вова квик тайм кажется и здесь вот этот кажется аж 263 будет нормально добави его нету да я об этом на видео не сказал квик тайм берете формат и аж 263 но опять же вам нужен быть quick time для того чтобы загрузить но при этом и качество будет нормально и это и картинка сносная да в телегу кину если что то видео сказал ваш вопрос копии инстансы да только на форму то есть вот если я делаю дубликат у этого пакет 2 пакет шик 2 у этого да он уникален а а если я беру эдит дубликейт и спешил аварив инстанс где-нибудь его там 5 подальше вот у него соответственно пакет трансформного третья уже своя а пакет шейп 1 ну инсту инстанса общая форма а у копии а копии именно как копия ну копия тоже все уникальное смотрите наш control c как тогда без control c скопировать модифай до забинджина когда вы скопируете и вставите имена будут во первых поисты допустим если скопировать пакет 1 нажать control c control и будет пасты пакет 1 и ламберт будет пастает ламберт 1 то есть он вот так вот сделает но это не очень удобно потому что имена все-таки материалы вы когда будете дальше заказчику отдавать материалы допустим у вас будет там не знаю рыцарь какой-то да там knight armor нижнее подчеркивание мат материал то есть имена крайне важны потому что потом вы отдаете человеку он первый раз это видит а у вас там написано asd asd xy xy и он такой кто это да да имена да потому что все зависим за все за на нодах как бы и как если у двух объектов одинаковые имена майя не понимает как это такое может быть типа вот это переименовать вот у вас вопрос про три кнопки смотрите тут молодой человек подходил спрашивал я ему скидывал там пару идей я прочитал в интернете что на тачпаде можно тремя пальцами попробовать типа не не получилось вы в это есть в какой группе в общей или ну там есть one year курс 20 а есть основы седжи атом в основах седжи да а ваннер но давайте сейчас туда вот я скинул прямо сейчас туда ссылку вот почитайте там как написано но много кто мне писал из ребят прошлого курса что они купили мышку и все она и тут вот еще мне написали я пробую не знаю так вот я не нашла решение просто заменила на обычную лоджи тэг там с тремя с мидума с балком но где-то видела что ребята скриптом прописывают что ммб нижнее подчеркивание пан равно 0 задают шоткат я не знаю что это значит какой-то ну скрипт какой-то поэтому увы все что нашел пожалуйста ну посмотрите по этой ссылке может там есть ответ да так чат до свидания так телегу скиньте доски ну ваш вопрос ну смотрите да я понял смотря какой пояс если он как бы как на брюках такой вот малюсенький да если смотрите же как как понять что нужно от моделить на лоу поле чтобы это нормально отрабатывала с текстурами дело в том что если есть разница между вот лоу полка сказал что он должна как бы описывать да если есть разница между размерами карта нормально и она как еще работает она пытается компенсировать там где не хватает она добавляет цвета там где перебор она их минусует и вот когда идет типа прям разрыв такой вот ну типа вот стол дал хайпольный ваш а ваша лоу полка вот тут заканчивается здесь вот такой промежуток карта нормально начинает сходить с ума и все текстурные карты начинают сходить с ума и они здесь там или чернота будет кромешно или или чернота кромешно то есть там разводы всякие пойдут чтобы понять на что должна быть похоже ваша лоу полка да то есть вы сделали эту хайпольку красивую вы просто заливаете одним цветом вот как я делаю flat light в зебраш если будете делать там есть flat color material и вы просто видите что на силуэт влияет если этот ремень достаточно сильно влияет на форму то да тогда его модели если нет там пуговки какие-то да они там практически не влияют то есть если мы смотрим на это спереди до пуговица абсолютно никак не выделяется смотрим на виде сбоку практически нет то есть тогда это точно идет на текстурные карты а уже как это будет рисоваться руками или за счет карты нормальный это уже зависит от проекта есть проекты которые нормалку не поддерживают просто физически или это обусловлено стилем все рисуются от руки то есть вес ну есть текстур у blizzard например для overwatch а парк текстур для персонажа с пушкой весит 5 гигабайт у них там все в 4к все дорого-богато там куча слоев которые нахрен не нужны половина просто там какие-то маски умные ну то есть все очень часто тут к сожалению поймите я не могу вам сказать делайте так и будет вам счастье не смотрите ну как если у вас достаточно плотная сетка ну как нормальная сетка да и развернули портально и деформация скажем ну если конечно разрывает грудь напополам у него там на месте пуговицы то пуговица тоже разлетится но если он как бы гнется вот например многие персонажи вот с рюкзаком до рюкзак как бы отдельный объект да но если мы знаем что персонаж всегда будет в рюкзаке мы рюкзак моделем вместе с телом то есть вы всегда как бы пляшете от того что каждый объект по своей природе он должен быть отдельным но вам потом говорят что вы ограничены в полигон уже и вы такие то есть надо между вот этих двух вещей ну все зависит опять от проекта от проекта зависит есть где до ногти все принесет реализм туда ногти нужны если это какая-то мультяшка прям мультяшка то ногти да можно нарисовать да 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 ну вот как был там пример щит там были заклепки они были просто нарисованы даже не замоделены опять же все очень часто это обусловится проектом хорошая компания да 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 если он просто висит на стене если он висит на стене вообще может быть единым целым как как я вам показывал может одна геометрия но из разных шелла состоять а он может быть просто одним шелом быть он так вот идет сходится но это не совсем экономно но тем не менее как бы и такое может быть вот с рюкзаком чтобы отдельно не анимировать рюкзак при ходьбе вы его делаете одним куском и как бы персонаж идет рюкзак шатается персонажа гнется рюкзак загнется за ним ну если персонаж будет снимать рюкзак тогда да но опять же поймите тут как бы чем да я заметил многие гейминдустрии ставят себе на углах какие-то так сказать например если это какое-то здание то они на углах лепят немножечко увеличить как будто его объем чтобы я насколько понял чтобы этот игрок не смог подойти к стене помните и увидеть а за счет этого увеличения его реально просто невозможно видеть что там плоскость это вот иллюзия идет текстуре конечно вот это как вариант тут подходит как убрать все меню control пробел или можете control 1 изолированное выделение у вас один объект останется и все ладно ребят давайте тогда на этом заканчивать у вас еще вопрос давайте 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 спрашивайте ну смотрите обучение будет да пожалуйста обучение ой тут меня видео идет обучение будет идти смотрите примерно таким же планом то есть лекция через день или на следующий день после лекции получаете позашку 2 позашки в неделю будет позашки должны быть практическое задание да 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 ну зависит тот мы да ну как первые лекции первые лекции там простые там следующего внутри тебя позашка там надо будет сделать стилизованный топор у вас будет шесть вариантов я делаю один там три очень похожих вы или повторяете то есть как бы позашка дублирует то что мы проходили на лекции те же инструменты но уже больше на практике и то есть три лекции 2 позашки в неделю позашки должны быть проверены соответственно до конца блока но будет вам сразу стараться проверять но мало ли вот а так что очень интересует в плане курс длится полгода состоит из нескольких блоков первый вот моделинг мая буду я у вас вывести потом у вас идет zbrush потом substance painter хотя я могу ошибаться поскольку да андрей будет у вас один из ваших суппортов будет вести у вас substance painter потом может быть 3d код у вас будет может не будет я не знаю просто как сейчас это лучше все-таки у куратора уточни поскольку я вас веду только одну часть и скорее все буду принимать диплома у вас ну как тестовая работа то есть что хотите можете не анимацию не буду проверять сниматься будет проверять дрочных анимации ничего не понимаем нет анимации нет я буду отсматривать модели чтобы они были технически правильные ну вы сами там коп хочу сделать ну чем нравится там или персонажа хотите но там все будет то есть в этом будете то есть курс в основном вы пройдетесь по всем блокам изучите как базовые шаги на то есть основы тут как бы углубленно к сожалению увы не хватает информации в месяц сюда чтобы это все дать это нужно очень много практики и соответственно тоже поэтому вы учите основы но и дальше соответственно начинаете это все применять но опять же после майки я дам вам задачу и вы после но это чисто так хотите делать и хотите нет буду консультировать если надо вы выбираете что хотите или то что я вам выберу и делаете то есть вы прошли вот маю и делаете маленькую модельку то есть blackout и и прошли zbrush скупите эту модельку и то есть выходу на диплом у вас будет уже полностью готова одна модель вот ну и на дипломе уже вы решаете нужно ли вам как бы ну во первых это нужно для портфолио работодатель будет смотреть не на ваш диплом она портфель да на ваш портфель то есть то что вы делали вот ну и плюс там вы решаете там допустим если вам близок реалия реализм да или машинки например в этом делаете тачки какие-то и потом ищите студию там оля там дёрт какой-нибудь там колен макре ралли не знаю что-нибудь такое но смотрите да то есть этого хвай но это смотрите при условии что вы и сами будете достаточно много заниматься тут все таки очень обширное количество информации и это как бы основы а вот дальше вам придется сталкиваться именно с конкретными задачами вот диплом будет одно из первых таких где у вас будут ограничения и самое главное вас не будет никто вести за руку никто не будет говорить как гену в этом можете высказывать свои предположения но при этом вы можете ошибиться как бы ничего страшного в этом нет это нормально то есть это все опыт на то он и нужен этот диплом и после курса ну то есть какой-нибудь да инди там чего-нибудь маленькая какая-то студия это вполне себе в паре он нет не возьмут сразу вам говорю ну паре он там room 8 например есть еще большие там такие студии анимаграт но анимаграт это они кем мультики делают туда тоже не возьмут то есть в большие студии не может конечно же геймлофт есть в геймлофт тоже не возьмут не мы могут взять но геймлофта там лицензия в 3d max я мы учимся в мае а вам понадобится какое-то время чтобы смотрите пересесть на 3d max ну да давайте ребят на трансляцию я вырубаю сейчас я лишь хотел последнее что спросите у вас как пофиксировать да ни за что как пофиксировать экструдер когда